Теракт в Крокус-Сити-Холле потряс всю страну. Все новые и новые подробности, цифры, истории людей, которые там находились, появлялись с каждой минутой. И до сих пор это одна из ключевых тем в информационном поле. Страшная трагедия произвела сильное впечатление на многих людей. Страх, паника, тревога, гнев, ярость, уныние. Обширный спектр эмоций некоторых захлестнул с головой. Психологическую травму получает не только тот, кто находился непосредственно в месте этих действий, вот этого, условно говоря, теракта, а и те, кто об этом слышит, читает, смотрит. То есть называется это травма свидетеля. Человек, не будучи там на месте, не зная последовательности событий, он начинает психико реконструировать, мозг начинает реконструировать, пытаться реконструировать и как бы додумать все, что происходило. И от этого страшнее и страшнее становится. Психолог Наталья Мышова дала несколько рекомендаций, как не попасть в ловушку эмоций и не накручивать себя все больше и больше. Самое главное, что вы можете сделать для себя – ограничить просмотр новостей. Если хочется быть в курсе, определите для себя несколько надежных источников и просматривайте их дозированно. Старайтесь читать только сухие факты, воздерживайтесь от многочисленных любительских видео, которые снимали очевидцы. Также важно возвращать себе контакт с реальностью. Возвращать контакт с собой, проверять реальность. То есть я сейчас нахожусь в Сарове, у нас тут сравнительно спокойно все-таки. Что вокруг меня? Я на работе, я дома. То есть я сейчас в безопасности нахожусь. Себе прям вот это все проговаривать. В период, когда вас переполняют эмоции, контакт с собой хорошо поможет вернуть физическую активность. Бег, фитнес, плавание или ходьба. Не забрасывайте свои хобби и увлечения. Продолжайте идти к своим целям и работать над этим. Все это необходимо в непростое время. При переживании вот таких вот панических состояний, да, идет рассогласование ума, тела, души. То есть, ну как бы, человек так вот дезорганизуется. И когда мы возвращаем себе контакт со всеми нашими вот составляющими, да, тогда мы лучше себя чувствуем. Соблюдайте режим сна, высыпайтесь. При общении с друзьями и родственниками не разговаривайте на больную тему, старайтесь не касаться ее. Если ваш близкий человек поддался панике, отвлекайте его внимание, предложите прогуляться, сходить по магазинам или на мероприятия. Если вы не можете сами справиться с проблемой, обратитесь к специалисту или на горячую линию психологической помощи МЧС России 8 800 775 1717. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.